Это программа День с толком в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Когда-то одно из надежных агентств недвижимости сегодня пытается выйти из скандальной истории. Жилфонд обещает все вернуть. А что надо знать, чтобы не попасть в такую историю? Барнаунцы жалуются на водителей маршрута, которые парализуют движение на проспекте Калинина. Из-за чего стоим? Вот он прямо сзади нас едет, по соседней причем полосе. И вот они соседние выезжают и становятся вот сюда. И вот сюда пытаются влезть, хотя тут одна полоса для поворота. Спасти вымирающих воробьев и не только. В Центральном парке горожан призывают к масштабной помощи пернатым. У нас в парке огромное количество птиц. Если вы как раз обратили внимание, да, уже доедают всю еду из юни. Пострадавшие клиенты Жилфонд Барнаул начали получать компенсации. Сегодня об этом нам по телефону рассказали сами люди. В начале года агентство недвижимости стало вручать им гарантийные письма с обязательствами вернуть ценные конверты, которые хранились в Жилфонде. В обмен сообщили пострадавшие, они должны были подписать дополнительные соглашения о неразглашении какой-либо информации о сотрудничестве с Жилфондом и не предъявлять к нему дополнительных претензий по поводу морального ущерба. Последние подробности предполагаемого мошенничества с многомиллионным ущербом и что нужно знать о практике хранения денег в агентствах недвижимости, чтобы не остаться без средств квартиры в следующем сюжете. Почти четверть века на рынке, 120 офисов по всей стране и репутация одного из самых надежных федеральных агентств недвижимости в России. Но такой имидж серьезно пошатнулся. В декабре прошлого года с деньгами клиентов пропала управляющая барнаульским подразделением Наталья Авдюхина. По данным неофициального, но довольно компетентного источника, она объявлена в международный розыск. Все материалы переданы в Интерпол. Еще до Нового года с заявлениями на возмещение ущерба в полицию обратилось 11 клиентов Жилфонда. Сегодня их на порядок больше, но в краевом МВД не называют точную сумму ущерба. Первоначально в СМИ писали о 50 миллионах рублей. Сегодня ряд источников на условиях анонимности говорят об ущербе в районе 100 миллионов. При этом добавляют не все похищенные средства деньги клиентов. Часть украденного принадлежала застройщикам и самому агентству. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Алтайскому краю продолжается расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничество совершено организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Проводится необходимый комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время в органах внутренних дел зарегистрировано 31 заявление. Пока пострадавшие держат дистанцию в общении с прессой. В гарантийных письмах, которые в январе получили клиенты Жилфонда, компания обязуется возвратить ценные конверты, которые клиенты хранили в агентстве. Правда, в некоторых письмах датой возврата средств указана 31 января, в других она открытая. В смутное время компания Жилфонд придумала сохранять деньги клиентов, чтобы никого не обмануть, используя так называемую ячейку. И эта история родилась в городе Новосибирске, была очень активно там использована. Со временем, когда компания Жилфонд зашла в город Барнаул, эту услугу они, скажем так, внедрили в городе Барнауле и пользовались со своими клиентами этой услугой. Другие агентства недвижимости города не используют данную услугу. В Жилфонде, как в банке, деньги хранили в индивидуальных ячейках. Заключали ли при этом стороны договор хранения средств? Какая ответственность была прописана у принимающей стороны? А главное, будут ли дальше практиковать в агентстве недвижимости такую схему хранения денег? И из каких источников выплатят компенсации пострадавшим? Эти вопросы в Жилфонде комментировать отказались. Но, по мнению президента Союза риэлторов края, хранить деньги в ячейках, скорее всего, предлагалось при многоступенчатых сделках с большим числом участников и объектов. То есть, я у вас купила, вы решили купить тоже объект недвижимости в Жилфонде, то есть целая цепочка сделок, которые происходило, то тогда логично было все эти деньги не носить, не уносить, не куда-то складывать, потом заказывать, привозить, это тоже небезопасно и так далее. Вот они эту услугу, скажем так, внедрили для таких, наверное, форм сделок. Как показало время, такая практика весьма рискованна. Избежать рисков, по мнению экспертов, могут только действительно надежные способы расчетов между продавцом и покупателем. Сервис безопасных расчетов, банковская ячейка, аккредитив, нотариальный депозит. Эта история должна стать уроком для всех участников рынка недвижимости, в том числе и для простых граждан. Нотариус отвечает полностью за ту сделку, которую он удостоверяет, несет полную имущественную ответственность за это, в том числе и за безопасность расчетов. Способы расчетов могут быть различными. Это инотариальный депозит, когда деньги продавцу будут перечислены после регистрации права покупателя в Росреестре. Это расчет может быть произведен между сторонами. Покупателям, продавцу могут быть переданы деньги при заключении договора, в присутствии нотариуса. То есть мы отвечаем за эту ситуацию полностью. Агентство недвижимости, подчеркивают юристы, может лишь сопровождать сделку, но не вправе предлагать, а тем более навязывать услугу по хранению денег. Ведь в случае форс-мажора, компания, которая не является лицензированным кредитным учреждением и не обязана страховать свою деятельность, может и не выполнить взятые на себя финансовые обязательства перед клиентами. Сегодня некоторые СМИ сообщили, что жилфонд рассчитался с большей частью пострадавших. Но новый руководитель Барнаульского агентства подтверждать либо комментировать эту информацию отказалась. Мы направили официальный запрос в головной офис компании в Новосибирск. Мы не знаем точно, люди на каких условиях передали деньги на хранение агентства недвижимости. Но это история. Нас, простых обывателей, продавцов и покупателей должна научить быть осторожнее. Проще и быстрее. Не всегда безопаснее. Удастся ли жилфонду вернуть средства всем пострадавшим, станет понятно в ближайшее время. Но уже сегодня известно, что два клиента не стали дожидаться мирного урегулирования конфликта. Они подали иски в индустриальный район и суд. И если людям не вернут деньги, то судебные процессы начнутся уже в марте. Елена Макаренко, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. День с толком. Трагедия, которая случилась в Волчихинском районе, продолжает объединять все население. Жители несут письма в прокуратуру, где жалуются на качество оказания медицинской помощи и ее доступности. И подписывают письма, в которых просят сместить главного врача Центральной районы больницы Татьяну Харлову. Ситуацию в здравоохранении сегодня обсуждали и на высоком уровне. Глава Волчихинского района Михаил Тарасов сегодня встречался с министром здравоохранения Дмитрием Поповым. Моя коллега Юлия Щепина сегодня работает в Волчихе. Она пообщалась с недовольными жителями. У нас сейчас в селе идет самая большая проблема. Мы забыли про все остальные проблемы. У нас одна самая большая проблема, такая насущная, это нехватка специалистов в нашей больнице. У нас обратиться абсолютно некому. Мы уже не знаем, куда кричать. Вот все это идет от нашего благврача. Потому что пока она не пришла, у нас были специалисты. У нас было очень много специалистов, которые сейчас разъехались. Мы их встречаем в разных больницах Алтайского края, и в Барнауле, и в Рубцовке. Все бы вернулись, но... Примерно, когда началась, так скажем, нехватка врачей. Ну вот, она уже пришла как 10 лет. Я врать не буду, я не знаю, сколько лет. Но вот лет 6-то уже точно у нас вот такая напряженка прямо с врачами. По словам жителей, они боятся болеть. На весь район одна скорая. Если поступает несколько вызовов, да еще и в разных населенных пунктах, кому-то могут не успеть. Но и плановая медицина принимает оттенок экстренной. Узких специалистов – единицы. Все-таки каких специалистов у вас не хватает в больнице? Нам проще сказать, какие специалисты у нас есть. У нас есть стоматолог, терапевт, один гинеколог, который не может, извините, в 16 недель беременности поставить срок женщине, утверждать, что у нее просто воспаление. Еще пара педиатров, говорят люди, и приезжающие хирурги из Новичихинского или Михайловского районов. И появляются в селе они пару раз в месяц. Подробный материал о народном бунте и состоянии медицины в одном из отдаленных районов края смотрите в завтрашнем эфире. Барнаульцы жалуются на водителей маршруток, которые парализуют движение на проспекте Калинина. Все дело в том, что водители нарушают правила при повороте на улицу Аносова. Это усугубляет и без того напряженную ситуацию на дороге. Продолжит Ирина Корчагина. Вот он прям сзади нас едет, по соседней причем полосе. И вот они вот соседние выезжают и становятся вот сюда. И вот сюда пытаются влезть, хотя тут одна полоса для поворота. Аносова-Калинина – триггерный участок для Юрия Котлов. Молодой человек часто ездит здесь, и у него уже накипело. Ведь зачастую причиной длинных пробок, считает Юрий, становятся водители общественного транспорта, которые не умеют правильно ходить налево. Ведь чтобы повернуть, водитель должен заблаговременно занять крайнее левое положение. И вот как машины, вон все перестраиваются сейчас в эту полосу. Вот. Сейчас тут как бы свободно, потому что все-таки еще и не обед даже, и уже не утро. И вот по идее по этой полосе, вон знак стоит, поворот налево. Автобусники вместо того, чтобы сзади парковаться, или вот въезжать в свободные места, они едут по соседней полосе, пересекают линию перекрестка и становятся туда. И их выстраивается ряд, и устраивается вот здесь, на этой полосе тоже. А эта полоса, вон знак, прямо. И получается, что эта полоса тоже останавливается. И остается там одна для движения. И они все начинают туда, в одну как бы полосу ломиться. И получается, это направление стоит, а здесь люди, которые сзади стоят, они тоже двигаются там за светофор по две-три машины. В ГИБДД признают, что проблема действительно есть. При этом отмечают, что раньше водители на этом участке нарушали еще чаще. Сегодня за поворот не туда предусмотрено предупреждение, либо штраф 500 рублей. В настоящее время инспекторами ДПС организовано движение на этом перекрестке. Когда собирается большой, так скажем, колонна из автомобилей для поворота налево, они приступают к ручному регулированию и не дают возможность, так скажем, водителям нарушать, обеспечивают им свободный проезд налево на улицу Аносова. Наш герой считает, что в идеале на этом участке нужно установить камеру, чтобы у хитрецов не было соблазна парализовать сразу две полосы движения. Ведь, как уже показала практика с фиксацией нарушений на выделенных полосах, удар по кошельку действительно работает. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День с толком. Особо востребованную продукцию, в том числе для участников СВО, производят сейчас в УФСИН региона. Это результат сотрудничества службы исполнения наказаний края с бизнесом и госучреждениями. Свою благодарность губернатор Виктор Томенко выразил в рамках коллегии, которая проходила в УФСИН сегодня. Осужденные не только производят важную продукцию, но и собирают для участников спецоперации гуманитарную помощь. Инициатором стал один из заключенных, который увидел объявление на предприятии, где он трудится, и попросил ребята своего отряда помочь. И мы уже на протяжении пятого месяца помогаем ребятам, которые находятся в ЛНР и в ДНР. Если сначала упаковывали только продукты – чай, халву, печенье, то позже стали делать патриотические значки. А в январскую посылку положили носки и теплые варежки, которые связала осужденная. В каждую посылку кладут также письма со словами благодарности и пожеланиями скорейшего возвращения домой. Когда осужденные занимаются благотворительностью, это заставляет их думать не только о себе, но и о других людях, об окружающих. Это положительно влияет на их воспитание, на исправление осужденных. Ну а сегодня в рамках коллегии начальник УФСИН подвел итоги 22-го года и наметил планы на наступивший. К примеру, продолжится работа по созданию мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам и развитию сети исправительных центров. Губернатор наградил отличившихся почетными грамотами и другими наградами. Перевязки швы и гипсы – такова повседневность оперблока больницы скорой медицинской помощи, где уже многие десятилетия оказывают экстренную помощь пациентам в любое время суток. На этой неделе отделение отметит свой 40-летний юбилей. Первые и нынешние руководители оперблока рассказали, какие изменения за эти годы произошли на их рабочем месте. Подробнее в сюжете. Кто дежурит, кто... Вот самая старая сестра Полина Кельтон-Шишканова. На фото пока еще небольшой состав медсестер только появившегося оперблока при больнице скорой медицинской помощи Барнаула. Образован он 1 февраля 1983 года. Такой небольшой исторический экскурс нам провела Татьяна Костенко, первая заведующая этим отделением. Врач добавила, за 48 лет своей практики бок о бок трудилась с медсестрами, вклад которых в развитие хирургии неоценим и по сей день. Нередко от работы операционных медсестер зависит исход операции. Они, ну, как говорили, были правой рукой хирурга, потому что нередко они были ассистентами во время операции, потому что хирургических рук тоже не хватало. Нередко они, когда стояли с молодыми докторами, с сестрой, все были опытные, они подсказывали хирургам молодым и учили. А впереди мощный технологический скачок. За 40 лет работы оперблок разросся и стал сердцем лечебного учреждения, рассказывают врачи. Именно здесь начинают свой рабочий день хирурги практически всех отделений. 14 операционных, 13 перевязочных, 2 абортария, 3 гипсовых, стерилизационные и большой штат работников из 115 человек. Все и все должны работать слаженно. В каждом корпусе есть операционные, и они объединены в единый коллектив, которые, если где-то случается что-то, какое-то ЧП, взаимозаменяемые. И эта цель была, чтобы возможность операционной работать в круглосуточном режиме и взаимозаменяемостью. Экстренность и оперативность – главное в работе. 14 тысяч операций и 47 тысяч перевязок только за прошедший год. И такой темп работы врачи держат ежедневно. Минимум от 5 до 20 операций, 25 за сутки. Можно сказать, вереница больных нас подстегивает к тому, что мы перестраиваем свою работу. И круглосуточный, вот именно цитовый режим, экстренный режим, он сейчас имеет место быть. И поэтому ночью у нас дежурит от 10 до 12 операционных сестер, плюс 2 перевязочные сестры. Сейчас в каждой палате проходят плановые операции – травматологические и нейрохирургические. И врачи надеются, что среди них будет как можно меньше экстренных. Мария Мацав, Александр Антропов. День с толком. Покормить птицам взамен покататься на коньках. Весь февраль в Центральном парке Барнаула будет проходить акция «Столовая для пернатых». Это специальное мероприятие для того, чтобы помочь птицам пережить зиму. Участники и просто неравнодушные люди могут повесить в парке кормушку и в благодарность получить бесплатный час катания на коньках. У нас в парке огромное количество птиц. Если вы как раз обратили внимание, уже доедают всю еду зимнюю. Поэтому эта акция будет как раз полезна и нужна особенно ребятишкам. В каком плане. Именно кормушка может объединить родителей, то есть какие-то укрепить семейные ценности, тем самым сплотить семью. В последние годы орнитологи все чаще говорят о воробьях. Численность домового воробья в Алтайском крае сильно сокращается, потому что птахи просто не могут найти пищу. Кроме того, проблема для пернатых и поиск места для обитания. В кустарниках и на пустырях уже не погнездишься. Эти локации занимают новостройки. Поэтому специалисты напоминают, чтобы птицы не исчезали, зимой их нужно подкармливать. А еще им на пользу пойдет, если в городе станет больше зелени, а газоны перестанут стричь. Не на полигон, а на переработку. Экологическая акция по раздельному сбору вторсырья прошла в Барнауле. За два часа волонтеры собрали десятки пластиковых бутылок, килограммы металла, макулатуры и множество другого вторсырья, которое получило шанс на вторую жизнь. Валентина Аскерова побывала на акции и готова рассказать, как можно изменить свое отношение к мусору. Вот я принесла сегодня сдать. И это пластик пятый, твердые, всякие баночки из-под сметаны и прочее. Целыми рюкзаками, пластик, пенопласт, зубные щетки и многое другое привезли барнаульцы на вторичную переработку. Акция по раздельному сбору вторсырья проходит ежемесячно. И каждый раз осознанных людей становится больше и больше. Есть такая притча про морскую звезду, что для всех звезд, для миллионов я ничего не изменю. Но для вот этой звезды я могу что-то изменить. Я не могу за всех сортировать мусор, но за себя я могу отпечать. Моя идея, вот идея, делай правильное, хорошее дело на своем месте. Я уже больше трех лет привожу, ну вот мы с родственницей, собственно. Я безмашинная, а вместе с ней привозим. Хоть маленькую частичку, но общее дело создание чистоты в природе должны каждый принимать. На акции не только взрослые, но и дети, подростки пакетами приносят вторсырье. Координаторы мероприятия напомнили несколько важных правил сбора вторсырья. В вторсырье тема отличается от мусора, что мусор – это то, что вместе все свалено и загрязнено пищевыми отходами. А вторсырье – это чистое сырье, чистое, сухое и отсортированное по маркировкам. То есть есть определенная маркировка – единица, двойка, четверка. Все это сортируется в соответствии с маркировкой. И таким образом сдается и превращается во вторсырье. Любой из нас также может присоединиться к экологической акции. То, что мы обычно выбрасываем, можем сохранять и сортировать по фракциям. Непосредственно у себя дома, а в конце каждого месяца или даже раз в полгода по мере накопления отдавать на переработку. Такой шаг однозначно сделает наш город чище. Валентина Аскерова, Алексей Фритин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон наш редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok